Муша Это повеление Завещание Он говорит, я от вас отделяюсь, я ухожу и пусть эти слова останутся с вами И в 32 главе с 27 по 29 стихи я сейчас прочитаю на русском Ибо я знаю строптивость твою и жестоковыйность твою, упрямство твое Вот ныне, пока я живу с вами, непокорны вы были с Господом и тем более после смерти моей И то, что он говорит им, он говорит, пока я был с вами, жил с вами Вы столько раз делали мне проблемы и раздражали и меня и Бога И он говорит, а что будет, когда я умру? А сейчас вы пыхれて меня, потому что вы видите, что у меня не только широкое любящее сердце, но у меня также есть власть от Бога наказывать и направлять вас, когда нужно, и силой. И он говорит, соберите ко мне всех старейшин ваших колен и ваших смотрителей, и буду говорить во всеуслышании им эти речи, и призову свидетелей против них небо и землю. Ибо знаю, это 29 посылка из Рима Теяши, ибо знаю, после смерти моей вы растлитесь и отступите от пути, который я заповедал вам, и постигнет вас злоключение впоследствии дней, когда будете делать злое в глазах Господа, гнивя его делами рук ваших. Я могу представить, каково было состояние народа, который стоял перед Муше и слышал все, что он ему говорит. Ибо, если человек не готов к вершине, он говорит слова хорошие, он говорит, я люблю вас, я говорю, бай, я все равно не забыл, что я не забыл с вами больше времени. Обычно человек, который знает, что он близок к смерти, и отходит к Богу, он говорит такие слова, я вас люблю, мне жаль, что я не провел с вами больше времени, простите меня. То есть говорит добрые и хорошие слова. А здесь мы видим совершенно другие слова. И я хочу сказать вам, несмотря на то, что мы народ Израиля, но в нас также есть испорченность обычного грешного человека. И Тора дана нам как стандарт для того, чтобы показать нам, что в нас неправильно. Естественно, для того, чтобы показать, как угодить Богу, и как поступать правильно, это существует. Но также указать нам на наши проблемы. И просто представьте, Муша просто на смертном одре говорит, я сейчас умру скоро, а вы будете поступать хуже, чем вы поступали до этого времени. И в этом есть несколько посланий для нас. Первое послание. Воззовите к Богу о помощи. Помогайте друг другу. И вы видите брата твоего, который грешит, поговорите с ним. Но в этом есть еще особый, он показывает знак на то, что Бог принесет нам искупление. Я сейчас хочу открыть послание к римлянам восьмую главу. И там написано, что как закон ослабленный плотью был бессилен, то Бог послал сына своего в подобии плоти греховной и за греха осудил грехи во плоти. Там говорится о том, что Бог с самого начала приготовил решение. И на языке улицы мы просто счастливчики. Но мы не понимаем, что вот эта удача просто так с неба не падает. Есть избрание. И Бог избрал нас, чтобы мы узнали его сына. И Тора не может изменить внутренность. Но Тора и Божий Сын вместе, да, могут. И поэтому нас, да, можно назвать счастливчиками. Потому что Бог избрал нас, чтобы мы были его детьми. И если мы чувствуем какую-то слабость, перед заповедями и провозглашениями Торы, именно сейчас подходящее время, чтобы мы могли сказать, Отец, помоги мне. И исправь меня во имя Ишуа. Здесь я обязан добавить. Иногда есть верующие еврейские, мессианские или христиане, неважно. Которые используют во имя Ишуа как мантру, заклинание. Это не мантра. Это ключ, который открывает дверь. И нам нужно это понять. И написано нет другого имени под небесами, через которого мы могли бы спастись. Слава Богу за Тору, в которой написано, что вы будете поступать хуже. Но которая тут же дает надежду на решение любой проблемы. И у нас есть Мессия. И прощение грехов. И мы можем сказать Амень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова